Всем привет! Вы на канале УДРГ. Слава Украине! Одним из главных орудий путинского режима в войне с Украиной стала пропаганда. Она оказалась невероятно действенной как внутри страны, так и за ее пределами. У пропаганды есть несколько любимых тезисов, ставших для нормальных, адекватных, здравомыслящих людей мемами, но для идиотов они стали прописными истинами. Давайте рассмотрим некоторые из них. Тезис первый и самый любимый среди упоротых, слабоумных расистов. Где вы были 8 лет? Эта фраза про 8 лет прозвучала в обращении пляшевого карлика, которое он делал рано утром в день полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 22 года. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. На первых порах некоторые россияне даже стали высказываться против войны, преимущественно в соцсетях. В ответ получали как под копирку одинаковые ботные фразы. Где вы были 8 лет назад, когда бомба сдамбили? Ну а потом Машка Захарова с будуна отрыгнула. В течение 8 лет страны Запада безучастно наблюдали за убийством и издевательством над тысячами мирных людей юго-востока Украины. По сути, они стали участниками многолетнего геноцида жителей Эленерии и Денерии. Этот бред сторонники войны усердно используют и сейчас, во время очередных обстрелов украинских городов. Единственное в чем пропаганда права, так это в том, что война уже действительно идет 9 год. С тех пор, как российские фашисты оккупировали эти регионы. Совершенно очевидно, что в составе Украины Донбасс был богатым, промышленным и урбанизированным регионом. В 2012 году на Донбассе проходили ряд матчей чемпионата Европы по футболу, строились новые терминалы аэропорта, Донбасс расцветал, пока туда не заявились заболотные твари. До этого никто никого нигде не бомбил и все жили счастливо. Возникает резонный вопрос. Для нормальных людей он риторический, но для идиотов очень сложный и недоходчивый. Почему до этого бомбас не домбили, а как только заявили спасатели, его тут же начали бомбить? Причинно-следственная связь налицо, не так ли? Ровно 8 лет российские войска присутствуют на Донбассе и все это время там происходит то, что происходит. Какой очевидный вывод напрашивается сам собой? Ну да ладно, увлекся я разжевыванием, все равно это бесполезно. Планктон есть планктон. А адекватные люди и так все понимают, им не нужно ничего разжевывать. Небезызвестный Игорь Херкин чистосердечно признался, что пусковой крючок войны нажал он, что его отряд перешел границу и в итоге началась война. И все оружие, которое поставлялось, чтобы бомбить Донбасс и тот же небезызвестный БУК, которым сбили малазийский Боинг, стрелков получал из России. В связи с этим Украина начала антитеррористическую операцию, чтобы выгнать из Донбасса вооруженных российских ублюдков. Существует множество доказательств того, как россияне сами обстреливали Донецк, а после обвиняли в этом Украину. Классика жанра. Это как взрывать многоэтажки на России, а после обвинять Чечню и начинать Чеченскую войну. Все об этом знают, но всех все устраивает. Второй известный тезис это бандеровцы, неонацисты и наркоманы. В начале полномасштабного вторжения, когда Путин объявлял войну, он обращался к украинским солдатам и призывал их брать власть в свои руки, поскольку киевская шайка неонацистов и наркоманов взяла в заложники весь украинский народ. Плешивый карлик не называл конкретных имен, но пропагандисты вцепились и елозили одно и то же. Неонацисты это украинский полк Азов, а наркоман президент Украины. Соловьиный помет регулярно называет Зеленского главарем шайки наркоманов и неонацистов. С тех пор российская армия якобы и воюет с неонацистами вместо регулярных вооруженных сил Украины. Ну а теперь как оказывается и вообще с НАТО и всем коллективным западом. Вы сейчас будете наверное в шоке, но вот вам факт. На защиту своей родины поднялся весь украинский народ и именно от них получает по грязному замызганному рылу некогда вторая армия мира, оказавшаяся просто ордой грязных, тупых, оголтелых бомжей. А все их вооружением так и называют анало говнет. Еще один любимый их тезис это то, что они нас освобождают. Помните знаменитую фразу сливного бачка? Украинцы на самом деле ждут, когда Россия освободит их от киевского режима. Это толдычили все по очереди. От ведущих первого канала до военкоров в соцсетях. Якобы русскоязычных в Украине притесняют, запрещают говорить на русском языке и эти недоумки пришли их спасать. Послужит ли вам это доказательством или нет, мне наплевать, но я русскоязычный украинец. Прекрасно владею как русским, так и украинским языком. Но большую часть времени пользуюсь именно русским, поскольку проживаю в русскоязычном регионе. И я не встречал ни одного человека за всю свою жизнь, кому бы запрещали разговаривать на русском. Очень хочу перейти абсолютно на украинский язык и обязательно это сделаю после нашей победы. А сейчас, к сожалению, я вынужден вещать на русском, чтобы доходило до плохо знающих украинский. Мало того, все, абсолютно все русскоязычные в Украине хорошо знают украинский язык. В Украине сформовался целый прошарок кровосисев, бюджетных коштев. Теперь мы с их упырив ликвидуем. Ну, этих идиотов не берем, с ними все ясно. Помните этого бородатого в платье по прозвищу Гундяев? Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. При вторжении плешивый карлик заявлял, что в их план не входит оккупация украинских территорий, что он никому ничего не собирается навязывать силой. Путинские говорящие усы по имени Песков повторял, что никто не говорит об оккупации. Это слово здесь неприемлемо. За ним то же самое вякал Слуцкий. Мы не собираемся захватывать Украину, как в этом нас обвиняют в Украине. Боброедка Симоньян говорила, что никто с украинцами сейчас не воюет. Украину сейчас освобождают. Шойгу пробубнил, что он призвал вежливо обращаться с украинскими военными, потому что они давали присягу и они выполняют приказы. А Даун Коношенков заявил, что не собирается бомбить мирные города, что Россия даже не бомбит казармы, потому что там тоже люди. Они, видите ли, бомбят только аэродромы, ПВО и все остальное. Ну а потом, чтобы оправдать оккупацию, Плешивый стал городить, что Украина это вовсе не настоящее государство. Вот вам факт, идиоты. Вторжение на чужую территорию называется оккупацией, а не освобождением. Точка. Очередной тезис, о котором я уже выше упоминал, это что, мол, они воюют со всем НАТО. Боброедка как-то упражнялась в славоблудии, мол, левой пяткой задней ноги можно было бы воевать с Украиной. Ну а поскольку они воюют с цельным НАТО и не только, то левой пяткой задней ноги уже не получится. Я об этом говорил уже неоднократно. Если бы Россия воевала с НАТО, то левая пятка задней ноги торчала бы у Боброедки в том месте, на котором она сидит через три дня. Это тот срок, за который они хотели взять Киев. Еще один прекрасный тезис, мол, Путин не виноват, он был вынужден начать войну. Об этом постоянно твердит и сам Плешивый, и вся пропагандистская шобла ему подпевает, что, мол, долго терпели, пытались договориться, но, как выяснилось, ничего не работает, и они вынуждены были начать войну. Вот вам небольшой факт. Ответственность за начало войны лежит на том, кто отдал приказ. Ну а если смотреть шире, то и на том, кто выбрал того, кто отдал приказ. Путин начал войну, потому что он готовился к ней с 2014 года, когда его подстилку Януковича вышвырнули в Ростов-на-Дону. Он хотел этой войны, иначе без проблем можно было бы найти дипломатические решения всем тем проблемам. Кстати, Сурков честно признался в том, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе, подписанные в 2015 году, изначально задумывались как невыполнимые. Еще один циничный тезис, что украинцы сами себя бомбят. Буча это фейк, а российские ракеты невероятно высокоточны. Вся воинская шобла РФ в один голос кричит про высокоточные ракеты и про подавление боевых точек, и что ни разу не наносили удары по мирному населению и по мирным объектам. Но фактом остается то, что военные преступления фиксируются в режиме реального времени. Ничего не отлаживается на завтра или даже на час. Тут же приезжают компетентные органы и все фиксируют. И все это готовится и складывается в толстой папке для предстоящего трибунала. Любимый прием расшистов это отрицать все. Но проблема заключается в том, что мы живем в цифровую эпоху, и у каждого человека есть смартфон с камерой, и все буквально в живом времени поступает в сеть. Мало того, свидетельства очевидцев тут же записываются и распространяются через интернет по всему миру. К тому же, у жертв этой войны есть имена, есть друзья и родственники, которые рассказывают их истории. Но ублюдки цинично все называют фейком. Опять же, простая логика. Не кажется ли вам странным тот факт, что украинцы вдруг сами себя принялись бомбить только после того, как на территорию Украины зашла российская нечисть? Еще один из тезисов Русни, что мол нельзя выступать против своей страны, даже если она не права. Разнообразные каналы, боты, всякие там Володины, Басковы твердят, что нельзя говорить о России плохо, даже если она не права. Но факт заключается в том, что война разрушает не только Украину, она убивает Россию. Частично разрушенную Украину мы восстановим, мы все отстроим, но Россию уже не спасти. Как бы этого не хотел Китай. А все потому, что за нами правда. И победа тоже будет за нами. Слава ЗСУ. Слава Украине. С вами был УДРГ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео в соцсетях и берегите себя. Слава Украине.